Крым в огне. От самолётов Российской Федерации остался только пепел. И это начало. Мобики Российской Федерации на камеру избивают российских женщин. Так называемые герои, так называемое СВО вернулись домой. А ещё Путин готовит теракт на Олимпиаде в Париже. И, конечно же, Гиркин Стрелков делает карьеру на зоне. Теперь он швия. Приветствую, друзья. Это Итоги недели. Прямо сейчас мы обсудим важнейшие события прошедших 7 дней. Обговорим, что происходит в Украине и как валится в бездну современная путинская Россия. Меня зовут Владимир Тимошенко. Мы начинаем. И начинаем сразу же с событий в Крыму. Окупантам тут, ох, как не сладко. Их нещадно и жёстко бьют. Вооружённые силы Украины в ночь на 26 июля нанесли удар по аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму, который россияне использовали для авиаударов по украинской территории. Что удалось уничтожить? Чем наносился удар? Когда ждать следующей бабовны? Может ли Российская Федерация быстро восстанавливать потери? Об этом смотрите далее. Крым под обстрелом Телеграм-канал «Крымский ветер» подписчик сообщает. 2.41, уже 13 мощных взрывов, слышно гул ракет, бахает со всех сторон, со стороны Добрушина, со стороны Евпатории, со стороны Новоозерного и где-то далеко, скорее всего, в Саках. Прилетела этой ночью в западную часть полуострова. Окупанты сообщают, ВСУ ударили по Крыму четырьмя ракетами Атакамс. Силы ПВО сбили две из них. Также утверждается, что ракета Атакамс поразила место дислокации российского ПВО, расположенная в пяти километрах от села Шелковичное в Сакском районе. Телеграм-канал «Крымский ветер» пишет другой подписчик в Евпатории прилеты, штук пять уже было. После первого и пятого даже сирену секунд на 15 включали. Сирена по звуку, как будто совсем-совсем недалеко от города со стороны Суворовского каменоломни была, но могу ошибаться с направлением. Основной целью обстрела стал военный аэродром Саки в поселке Новофедоровка. Там украинские военные уничтожили боеприпасы российской армии. По сообщению РосСМИ, вследствие обстрела осколками ранены двое оккупантов. Крым сейчас превращен в одну большую военную базу оккупантов. Поэтому то, что украинские вооруженные силы разносят ее методично, последовательно, регулярно всеми видами вооружения, которые имеются в их распоряжении, это абсолютно нормально, правильно, и это единственный возможный выход, снять угрозу с Крымского полуострова. Сейчас Крым все чаще стал поддаваться ударам. Как известно, драпанули оттуда российские корабли, в том числе носители ракет «Калибр», которые очень много бедно принесли гражданскому населению Украины. Так что захватчики постепенно получают свое. И, соответственно, чем больше они будут получать, тем спокойнее и легче будет дышать Украина. В российском Минобороне ночной обстрел Крыма не комментировали. Окупанты отчитались о четырех дронах, которые сбили над Ростовской и Курской областями. Самопровозглашенный правитель Севастополя Михаил Развожаев ночью объявил о тревоге. И через шесть минут она якобы закончилась. А теперь поговорим о современных реалиях путинской России. Не дня без подвигов героев так называемой СВО в российском тылу. На этот раз такой Витязь отметился в Приморском крае, избив посетительниц местного кафе. Мы расскажем, каково россиянам жить бок о бок со зверевшими на путинской войне военными уже сейчас. И о том, какой колоссальный всплеск насилия и преступности ожидают эту страну по окончанию войны, когда толпы потерявших остатки человеческого облика солдат вернутся домой. Герои СВО возвращаются домой. Привычки остаются прежними. Ирина, Ирина, спускайся быстрее. Тут этот д**й пришел с пятого этажа. Наташкин муж убил твоего Олега. Я ничего не понимаю. Получается, забегаю с другой стороны дома. Смотрю, да, действительно. Рост преступности в России за время полномасштабной войны вырос настолько, что не признавать это устали даже официальные источники. По данным МБД, рост составил 76% за два года. И статистика эта неумолимо растет. К примеру, накануне очередной херой СВО отметился в Приморском крае. Там, будучи нетрезвым, он вместе со своей пассией напал на группу девушек возле местного кафе. Я тебя еб***ь сейчас разобью, еб***ь. А что ты это? Сейчас сотрудники полиции уедут, разобьете еб***ь. Пострадавшая рассказала, что увидела, как мужчина избивает незнакомую ей девушку. В результате чего та потеряла сознание. Когда ему сделали замечание, тот переключился на новую жертву. Он развернулся с бутылкой пива и начал очень сильно меня оскорблять, материть, кричать о том, что мне сейчас разобьет все лицо. Он начал кричать о том, что я животное. И я ответила, животное ты увидишь в зеркале. И после этого последовал первый удар. В результате у женщины многочисленные ушибы, синяки, рассечения на спине и голове. Нападавшего вначале доставили в отдел вместе с потерпевшими, а позднее отпустили, как морпеха и ветерана СВО. Попутно приняв у него заявление, что одна из жертв сломала ему костыль. Заключенные, которые отслужили в соответствующих подразделениях и вернулись на гражданку, они продолжают совершать преступления в массовом порядке. Несколькими днями ранее под Волгоградом случился и вовсе вопиющий случай. Служивый ветеран расстрелял группу детей за то, что те посмели слушать музыку во дворе, тем самым отвлекая его от застолья с товарищем. Без лишних слов тот прихватил пистолет и отправился во двор. Увидев вооруженного мужчину, дети выключили музыку и бросились на утек. Но выпивший СВОшник все равно открыл огонь. Эти побежали дальше, но выстрелы не прекращались. Мальчик остановился, посмотрел на ногу, увидел кровь, позвонил маме. Она прибежала, вызвала скорую, ребенка увезли в больницу. Там констатировали сквозное пулевое ранение. Как оказалось, мужчина находился дома на реабилитации по ранению. Единственное, чем обернулась для него эта выходка, ветеран не догулял отпуск и вернулся в Украину чуть ранее запланированного. С конца декабря 1922 года в Россию с войны, с Украины, с фронта, хлынул поток преступников, причем во многом особо опасных преступников, взвербованных еще Пригожиным. Причем Пригожин предпочитал про тех, на ком кровь, кто не боится крови. Через полгода они освободились. И, собственно, вот как раз в декабре-январе это были первые вышедшие. И подобных примеров масса во всех уголках России. Вот, например, свежая история из Якутии, куда вернулся с фронта помилованный Путиным убийца Виктор Сабвинов. Ночью он пришел к Валентине Федоровой и попросил алкоголя. Валентина его не пустила и позвонила участковому, сказав, что Саввинов пьяный шатается по селу. Участковый не стал арестовывать его на сутки, а отвез и уложил спать. На следующий день в Кутане обнаружили трупы двоих местных жителей. Саввинов убил Валентину Федорову. Она была победительницей конкурса «Лучший учитель России» и получила грант президента России. Вторым погибшим стал собутыльник Виктора. Найти управу на отсидевших убийц, потерявших остатки человечности на войне, не могут ни россияне, ни власть РФ. Можно себе только представить, каких масштабов достигла эта проблема, если ее уже официально признают даже в Кремле. Участники войны плохо адаптируются к мирной жизни. Многие добровольцы отправились на войну, чтобы освободиться из колонии. А вернувшись домой, вновь совершают преступления, включая убийства, грабежи и изнасилования. На фоне этого ряд подвигов героев СВО на гражданке уже даже не берется в расчет. Если инциденты обходятся без тропов, на них уже не обращают внимания. Петрозаводский участник вторжения в Украину Дмитрий Евдокимов устроил пожар в своей квартире, расположенной в большом многоквартирном доме. В горящей квартире пожарные обнаружили человека в состоянии алкогольного опьянения. Так в мае он забрался на козырек своего подъезда с тесаком. Но десятки, если не сотни демобилизованных, тесаками не просто размахивают, а их применяют. Лишь за пять месяцев текущего года число преступлений в РФ, совершенных в составе банды, выросло на 76% и составило почти 17 тысяч. Напомню, уже через месяц во всех школах России участники СВО начнут вести уроки патриотического воспитания. Чему они научат детей, догадаться несложно. Да, российские вояки звереют, возвращаясь домой с войны. А тут вот еще какое дело. Оккупантам запретили пользоваться гаджетами на войне в Украине. Это в 21 веке. Это чтобы солдаты Российской Федерации не записывали видео, где критикуют Путина и всех его военно-начальничков. Мобики уже ноют о том, что им пытаются заткнуть рты, которые иногда рассказывают реальное положение дел на фронте, а не сводку от российских высокопоставленных военных. При этом за нарушение этого правила российским военным светит серьезное наказание. Детали в нашем следующем сюжете. Всем неугодным молчать. Кремлевский режим заткнул рот своим военным, запретив использование любых гаджетов на фронте. В такой ситуации, ну, фактически Госдума сыграла против своей же оккупационной армии. Свидетельства об огромных потерях оккупантов на территории Украины и о произволе командования заполонили социальные сети. И это в то время, когда на пропагандистском ТВ рассказывают сказки о непобедимости России. Видео об огромных проблемах на поле боя массово снимают и сами российские солдаты. 350 человек. Вышло вот пока четверо. За остальных мы не знаем. По нам идет плотный огонь артиллерии. Нас просто обманули, короче. Нас просто поставили, короче, на... Ну, грубо говоря, просто нанят. Госдума решила у них отобрать такую возможность. Российские военные восприняли это как приказ умирать молча. Согласно принятым поправкам к закону, теперь использование оккупантами смартфонов и планшетов будет считаться грубой дисциплинарной виной, за которую светит 10 суток ареста. Для того, чтобы заткнуть рты таким солдатам, таким военным, наемникам, российская Госдума даже приняла изменения в законодательство. Для того, чтобы отключить все мобильные телефоны, планшеты и другие современные гаджеты. Суть очень проста. Нет возможности пользоваться гаджетами, нет обличающего контента против российской власти. Речь идет о нарушении запрета иметь при себе во время исполнения обязанностей военной службы электронные изделия, с помощью которых можно хранить или распространять в сеть аудио, фото, видеоматериалы и данные геолокации. Много и российских солдат, наемников, которые воюют сейчас непосредственно за деньги, у них сдают нервы. Они активно записывают обличающий контент, где активно критикуют и военное руководство Российской Федерации, и политическое. Если просто сегодня убрать с фронта все гаджеты на неделю, то у нас не будет глаз. То есть разведки, у нас не будет визуального контроля, требуемого командирами для открытия огня, а также необходимого для корректировки. У нас не будет карт и навигации. Кроме того, будет парализована работа операторов БПЛА, снайперов, разведчиков, оккупационных войск, которые не могут обойтись без гаджетов. Российские военные вообще в шоке от такой инициативы и принятого решения, поскольку теперь вопросы непосредственно управления на поле боя, вопросы использования беспилотных систем, коммуникаций и ряда-ряда других вопросов сейчас остаются просто в подвешенном состоянии. Но на этом проблемы у Росармии не заканчиваются. Они рассказали, что находятся на войне на территории Украины с января 2023 года без ротаций и отпусков. Все тяжелее мобилизировать на фронт, на стороне российской оккупационной армии, ввиду того, что потери продолжают быть просто фантастическими. Тем временем большие потери оккупационных войск привели уже к тому, что раненых российских военных вместо лечения снова отправляют на фронт. Как показывает информация непосредственно от участников этой войны, их просто гонят насмерть для того, чтобы якобы проложить дорогу сзади идущим. И такая ситуация повсеместна, а пожаловаться некому. Ведь за публикацию видео, причем любого, военное командование РФ может арестовать или, что еще хуже, отправить в штрафбат. Вот он, любимый режим Путина. Ну и как же сейчас не поговорить про Олимпиаду в Париже? Террористическая Россия и тут хочет нагадить. Путин и его свора, вероятно, готовят провокации на Олимпийских играх, которые накануне открылись во французской столице. Перед самим открытием Олимпиады был задержан россиянин по обвинению в подготовке актов дестабилизации. Мужчине грозит до 30 лет тюрьмы. Но что именно он готовил, и при чем здесь Кремль? Как Россия может попытаться дестабилизировать ситуацию на Олимпиаде в Париже? Давайте разбираться вместе. Русские шпионы на Елисейских полях. Прошлую неделю в Париже задержали россиянина, который готовил во Франции провокации. Повар-агент из Российской Федерации готовил провокации на Олимпиаде в Париже. Сначала эта информация напоминала лишь сюжет из фильма. Уже даже известное имя кровавого шеф-повара это некий Кирилл Грязнов. Он звезда российских кулинарных шоу, который работал в Мишленовском ресторане в Куршевеле. Потом переехал назад в Россию, где и был завербован спецслужбами Кремля. По данным Парижской прокуратуры, во время ареста у россиянина нашли определенные дипломатические материалы и удостоверения, указывающие на его принадлежность к подразделению В российских спецслужб. Издание The Insider предполагает, что это может быть удостоверение спецназа ФСБ Вымпел. На данный момент неизвестно, что именно планировал совершить повар-шпион. Теракт или массовое отравление. Понятно, что не любая спецслужба, в том числе французская, не будет расписывать все от начала до конца. То есть даже, как я считаю, может быть даже сигнал для русских о том, что давайте ведите себя культурно, потому что мы знаем, где вы и что вы. Но масштабы его замыслов были солидные. Пока официально заявляется, что это был масштабный проект, который имел бы серьезные последствия в течение трех недель Олимпиады. Подготовка к преступлению также была на высоте, но, к счастью, русского шпиона подвел алкоголь. На машине он добрался до Болгарии, где снова напился и стал рассказывать случайным людям о том, что в Париже отправился не просто так, а с секретным заданием. Они надолго запомнят эту Олимпиаду, угрожал он, не объясняя, впрочем, что имеет в виду конкретно. Теперь Грязнов пропустит еще целых шесть Олимпиад, если доживет. Ему светит 30 лет лишения свободы. Люди засылаются под чужими личинами, с хорошей профессией, они нарабатывают связи, сидят спокойно до тех пор, пока им с центра не придет какая-то задача. Подготовку диверсии именно во Франции можно легко объяснить как минимум двумя факторами. Логика террориста, она очень простая. Где много людей, там нужно делать теракты. Первая из них – это активность Франции в вопросах военной поддержки Украины. Во-первых, мы должны плясать, как говорят, на России от печки. А печка – это заявление окружения Путина и их спецслужб о том, что они будут гибридно реагировать на действия разных стран, которые помогают Украине. Чтобы напугать французов и гостей со всего мира, россияне выбрали, возможно, один из самых лучших способов прикрытия. Утром он и вечером повар, а ночью мы не знаем, кто он. Элементарно даже, да? Может, он боевик, может быть, он руководитель группы, которая работает под ним и которая будет иметь четкие задачи, четкую градацию на то, что кто делает, кто чему передает. Вероятность серьезного теракта или провокации была очень высока. Сделай что-нибудь страшное, сделай что-нибудь кровавое, и это видит весь мир. А с другой стороны, таким образом ты наказываешь того, кто находится по ту сторону войны, по ту сторону видения будущего мира. Предотвращение возможного теракта или провокации во Франции четко демонстрирует, что Россия только усугубляет ситуацию на дипломатическом уровне. Россия – это террористическая организация с большим количеством людей. То есть она в разы больше, нежели Каида. А для террористов что важно? Вот если все эмоции отбросить, да, это же все прагматизм. Нужно много людей, нужно события, которые видят весь мир, и, следовательно, нужен резонанс. На фоне этого очень смешно смотрится визит лидера Китая Си Цзиньпина во Францию, который состоялся в мае этого года. Си поддержал идею Макрона в ключе Олимпийского перемирия и даже намекнул, что постарается это устроить. Но договориться с Путиным – дело крайне ненадежное. Он хочет крови и подлой мести. А сейчас немного сменим тему, но это тоже очень показательная история, которая демонстрирует всю сущность Владимира Путина. Аналоговнетные подарки Путина – такие же никчемные, как и все, что производится в Российской Федерации. Самая дорогая российская машина Аурус, которую российский лидер презентовал севернохорейскому коллеге Ким Чен Ыну во время визита в страну, сломалась. Тут сразу вспомнилось прошлогоднее заявление кремлевского диктатора о том, что все чинуши должны пересесть на отечественные автомобили. На чем же они там ездят, если даже авто в качестве подарка президенту так называемой дружественной страны не послужило и полгода? Смотрите в нашем следующем сюжете и делайте соответствующие выводы. Путинский автомобиль. Так глубинный народ называет лимузин своего лидера. Аурус – это первая машина российского автопрома высшего класса, которая входит в президентский кортеж. На ней российский диктатор самолично прокатил президента Египта. Также за рулем Аурус открывал одну из центральных автодорог в РФ. Кортеж из машин Аурус встречает вождя страны Z и в заграничных командировках. Неудивительно, что так называемый бренд отечественного автопрома, который лично рекламирует российский вождь, стал пафосным подарком северокорейскому лидеру Ким Чен Ину во время визита Путина в КНДР. Однако недавно стало известно, что такой дорогостоящий подарок Путина вышел из строя. И это уже второй по счету подаренный российским коллегой автомобиль. Они, думаю, разочарованы. О международном позоре российского автопрома стало известно, как только северокорейский диктатор решил проехаться по дорогам своей столицы. Тогда-то прогресс российской инженерии всплыл, как говорится, на поверхность. Система охлаждения двигателя перестала работать. Думаю, что ничего сверх критического не произойдет. Но по иронии судьбы во втором подаренном Аурусе забарахлил кондиционер. Ну что тут скажешь, с такими постыдными подарками Путин вполне рискует остаться и без дружбы даже мирового изгоя Ким Чен Ина. В данном случае как раз демонстрируют деградацию промышленности России. О том, что даже президентские машины не способны производить так, чтобы они через полгода просто не поломались. Еще раз показывает о том, что без интеграции в мировую экономику российская экономика всегда будет в худшем состоянии. В свою очередь даже государственные деятели РФ не торопятся пересаживаться на вазовские тазики. В прошлом году они откровенно проигнорировали идейный призыв своего лидера. Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Какие-либо попытки Путина пересадить высшие чины на лады закончились полным фиаско. И сбаловались зарубежным качеством и вип-классом. Человек, дорвавшийся в России до власти, не будет свою царственную особу принижать наличием чего бы то ни было отечественного. Поскольку с началом войны западные концерны покинули российский рынок, Путин решил доказать всему миру, что его тазики ничем не хуже, а куда круче. И принялся активно производить собственные автомобили. Есть автоваз, который делает одну недель с моим машином. Есть у меня автомобильный. Самое главное, что эта штука вообще не едет. На авансцену вырывается москвич, который джак, который дорогу не держит в принципе. В данном случае как раз показывают то, что они не способны выполнять такие вот вещи в том числе. И не способны, несмотря на их разговоры, способности что-то делать, но не приводит к реализации на практике этих вещей. Но пока что попытки Путина воскресить полумертвый отечественный автопром четны. И совет на будущее. Прежде чем дарить друзьям-диктаторам свою тарантайку, протестируйте. Тестируйте. А то сколько ж можно попадать в просаг. А сейчас наша постоянная рубрика «Мытарство военного преступника Гиркина». У него тут на неделе случилось что-то вроде карьерного роста. Итак, террорист так называемой ДНР Игорь Гиркин-Стрелков будет работать швейником в колонии Кировской области. Его обязанности будет входить пошив зимней формы для российских оккупантов, воюющих против Украины. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. По их данным, 18 июля Гиркина привезли в исправительную колонию 5 в городе Кирово-Чепецк. Детали этого занимательного жизненного пути Гиркина смотрим прямо сейчас. Из полководца в швее новое призвание и взлет профессиональной деятельности российского террориста Игоря Гиркина. С таким подходом руководства страны к войне, какие бы победы не одержала наша армия, мы эту войну проиграем. Мирослава Регинская, супруга бывшего министра обороны, так называемой ДНР, сообщила о новых вершинах мужа. По ее словам, он променял свой основной профиль работы, то есть убийство мирных граждан, на нечто более интересное. Игорь уже работает в колонии на швейном производстве резчиком. Раньше он никогда не жаловался на зрение. Теперь же просит привезти ему очки с диоприями. В этой работе много мелких деталей. Ранее, 25 января, городской суд Москвы огласил приговор известному российскому террористу Игорю Гиркину-Стрелкову. Игорь Гиркину-Стрелкову. На 44 года соблывание в строительной колонии общего режима. В частности, Гиркин получил 4 года колонии общего режима по решению суда. В свою очередь, прокуратура требовала для него 4 года и 11 месяцев заключения. Посадят, значит, забывайте про победу в этой войне. Не посадят, отправят служить, значит, надежда на победу есть. Бывший министр обороны, так называемой ДНР, признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. До этого Гиркин публично неоднократно критиковал Путина и всю его свору. Кто у нас с президентом? Не сарказм, я серьезно не могу понять. Он с ума поехал к 70 годам? Если нет, тот попахивает каким-то предательством. Вся надежда наших кремлевских старцев, жителей планеты Розовых Пони, на договорняк. Более того, они сами себя, видимо, убедили, что он просто неизбежен. Вот только враг этого убеждения не разделяет. От слова совсем. Впрочем, видимо, таки нахлынула тюремная скука. Развоевать не позволяют. Ведь ранее неоднократно появлялись подобные заявления, мол, сам террорист изо всех сил рвется на поле боя, дабы помочь России в ее так называемых миротворческих миссиях. Об этом сообщал адвокат Стрелкова Гиркина Александр Молохов. Игорь Иванович, как началось СВО, неоднократно говорил, что хочет уйти на фронт. Другое дело, что для него создавали такие условия, провокационные, оскорбительные, что он не мог попасть на фронт. Я не исключаю, что в результате этих событий возобладает здравый смысл, и человеку военному дадут возможность действовать так, как он считает нужным. Именно противодействовать врагу, Украине, которая, он считает, что должна исчезнуть. Поэтому еще не вечер. Я думаю, что это все обсуждаемо, и у него, безусловно, как у политика, есть определенное политическое будущее, перспективы. Раз уничтожить Украину не дают, а энтузиазм куда-то девать приходится, теперь трудоустроился на швейном производстве и отшивает форму для путинских преступников. Ведь в колонии шьют служебную зимнюю одежду, в том числе для военных. Кроме того, адвокат доложил, что выглядит заключенный весьма неплохо, самочувствие также в норме. Условия содержания адекватные, нареканий он не имеет. Понятно, что Игорь, как привычный к спартанскому быту военный, и не жаловался бы на какие-то мелочи. Но очень надеюсь, что условия там и вправду подходят, насколько это, в принципе, возможно в такой ситуации. Напомним, что на прошлой неделе террорист был эпатирован. Его переместили в колонию строгого режима номер 5 Кирова-Черпецка в Кировской области Российской Федерации. Стрелков Гиркин сразу и согласился на новую должность. Адвокат террориста Молохов говорит, что именно эта колония будет последней в этапе Стрелкова Гиркина. Тюрьма имеет узкую специализацию, предназначена для эксработников силовых ведомств Российской Федерации. А вот еще одно событие недели на болотах цивилизации. Такая себе квинтэссенция бесовщины в российских церковных делах. Сексуальный скандал в Российской Православной Церкви. Митрополит Иларион отстранен от управления епархией в Будапеште после обвинений в домогательствах от бывшего колейника Георгия Сузуки. Подробности этой истории далее. Знакомьтесь, это митрополит Русской Православной Церкви Иларион. Дорогие братья и сестры, я приветствую вас из Будапешта, одного из самых прекрасных городов Европы и мира. До 2022 года батюшка жил в России. Возглавлял там отдел внешних церковных связей Московской Патриархии. По факту Иларион считался одним из самых влиятельных иерархов РПЦ. В СМИ его даже называли возможным преемником самого Патриарха Кирилла. Священник Русской Церкви, скажем, прорусской церкви, является большинство из них иерархов со времен Сталина. Они не просто служат Богу, они служат режиму. И вот если это мы все выстроим в логическую цепочку, то мы поймем, что это не церковь. Это все, что угодно. Это подразделение ФСБ, это подразделение русской православной армии. Но после полномасштабного вторжения в Украину Иларион оказался неудел. И война тут явно не при чем. За антипутинские высказывания в РПЦ жестко наказывают. А нашего героя за загадочный проступок лишь отодвинули от государственной кормушки. Я ни в чем не провинился. Ни перед церковью, ни перед патриархом, ни перед Родиной. Позже сам батюшка признался, легко отделался и намекнул, что мог бы оказаться без головы. Но друзья по РПЦ оказались к нему снисходительны. Можете считать, что дорога сделала очень крутой поворот. Я в него не вписался и оказался на обочине. Но это лучше, чем если бы я съехал в Кювет. Машина бы моя перевернулась и взорвалась. Обочиной митрополит Иларион называет ссылку. И вправду он был выведен из состава синода, в котором состоял более 10 лет. Но в то же время в качестве компенсации получил назначение главой Будапештской и Венгерской епархии. Я никогда по своей воле не покинул бы Россию. Но когда мне было предложено служить за границей... Так, по данным журналистов-расследователей, митрополит Иларион решил провести пенсию вдали от освещения крылатых ракет, про военные риторики и других атрибутов современной повестки РПЦ. Слуга Божий, как он сам себя называет, за два года своего пребывания в Будапеште получил венгерский паспорт и обзавелся в пригороде-столице поместьем площадью в скромные 2300 квадратных метров за каких-то 2,1 миллиона евро. И жил-поживал, да добра наживал. Епархия процветает, что у епархии есть будущее, что здесь есть и молодежь, и дети. Дорогие братья и сестры, я буду иногда рассказывать вам о своей жизни. Сегодня же о жизни российского митрополита и его ориентации трубит пресса. Так бывший кельяник Иллариона Георгий Сузуки публично обвинил и епископа РПЦ в сексуальных домогательствах. Я подчеркиваю, что это не единичный случай. Мужеложество, как они называют, у них присутствует и достаточно даже влияет на карьеру некоторых. За каждым из таких священников есть его паства, которая слушает его, которая верит ему, которая считает, что он наместник Бога на земле. Это вопрос больше о морали, нежели о физическом контакте. Поэтому это же не единственный момент на самом деле. И сплошь и рядом он происходит. В качестве доказательств 18-летний келейник после того, как сбежал из Будапешта на родину в Японию, предоставил аудио и видеоматериалы. И хоть Будапештская и Венгерская епархия московского патриархата обвинения отмели, пятно на репутации любителей малолеток уже не смыть. В нашем дурдоме произошли новые феерические события. Митрополит Иларион Алфеев спалился с мальчиком. Спалился по полной программе. В распоряжении редакции некоторых изданий находится видео, где он практически обнаженный, сидит рядом на кроватке с обнаженным юношей ночью. Это все происходит. Эти скриншоты, скриншоты с этих видео опубликовались. В общем, там все серьезно, очень серьезно. Под давлением общества Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение, чтобы таки временно отстранить митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией. Но митрополита ничуть не жалко. Жалко, что этого не сделали гораздо раньше. Ведь кто знает, сколько еще невидных парней совратил этот безбожник, пока жил в России. Остается лишь надеяться, что подобные персонажи, не имеющие ничего общего с Богом, никогда больше не переступят порог ни одного храма. А сейчас поговорим о первом интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского британскому изданию The Guardian, которое действительно стало резонансным. Сам заголовок «Я знаю, что мы победим и как» говорит об амбициях украинского военного командования. Сырский резонно заявил, что страна-агрессор значительно увеличила количество живой силы и техники по сравнению с началом полномасштабного вторжения в Украину. Однако, по его словам, в долгосрочной перспективе Россия не сможет продолжать такую тенденцию, поскольку уже имеет трудности с военной техникой. Какие трудности ожидают российские войска в затяжной войне против Украины, разбирались наши журналисты. Российские войска существенно превосходят украинскую армию в количестве живой силы и техники. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Что касается техники, то здесь соотношение 1 к 2 или 1 к 3 в их пользу. С 2022 года количество российских танков выросло вдвое – с 1700 до 3500. Артиллерийских систем увеличилось втрое, а бронетранспортеров – с 4500 до 8900. У противника значительное преимущество в силах и ресурсах. Поэтому для нас вопрос поставок, вопрос качества действительно стоит на первом месте. Вместе с тем, украинский военно-начальник указывает, что так называемые победы россиян на фронте – это всего лишь локальные достижения. В принципе, противник не добился существенного прогресса. На данный момент российские оккупационные войска не решили даже задач первого этапа так называемого специальной военной операции. Это выход на административные границы Луганских и Донецких областей. Донецкую область силы обороны Украины контролирует на 40%. Также главнокомандующий сообщил о значительном увеличении оккупационных войск на территории Украины за два с половиной года. Если на момент полномасштабного вторжения количество российских военных составляло 100 тысяч, то сейчас против ВСУ воюет 520 тысяч российских солдат. И это не предел, поскольку уже к концу текущего года Минобороны РФ планирует увеличить эту цифру до 700 тысяч. Однако, по мнению Сырского, в долгосрочной перспективе Росармия столкнется с трудностями для продолжения войны в Украине. Ну, рано или поздно, так называемая скрытая мобилизация будет вычерпана. Ее резервы – это, соответственно, проведение тотальной мобилизации на оккупированных территориях. Ну и, соответственно, вербовка наемников, как внутри самой Российской Федерации, так и за ее пределами. Опять-таки, данные ресурсы, они весьма ограничены. Поэтому Российская Федерация рано или поздно столкнется с необходимостью проведения, соответственно, либо частично, либо тотальной мобилизации. Тотальная мобилизация запрещена Конституцией Российской Федерации. О том, что Россия имеет огромные запасы советской техники, но и они не безграничны, писало английское издание «Экономист». По мнению западных журналистов, залежи оружия советской эпохи в РФ подходят к концу. И это может послужить причиной сворачивания наступательной операции россиян в Украине. Нет, это ошибочное мнение, он не свернет наступление. Касательно техники, опять-таки, основной парк боевой техники – это еще советская бронетехника. Ярким свидетельством есть то, что на Харьковском направлении основной боевой танк – это Т-62. Т-62 – это год принятия на эксплуатацию. 60-е года 20-го столетия. С учетом того, что на данный момент силы обороны Украины уничтожили уже порядка 7 тысяч танков и, соответственно, возможности пополнения у российской армии новыми образцами бронетехники весьма ограничены, по всей видимости, рано или поздно российская армия столкнется с проблемой как раз уже бронетехники, которую они используют со складов длительного хранения. Эти столкни безразмерны. Командующий Украинской нацгвардией бригадный генерал Александр Пивненко считает, что в ближайшее время российские войска перестанут вести активные штурмовые действия и перейдут в оборону. Своё мнение он высказал в интервью Укринформу. Ведь наступательные возможности противника не безграничны, да и сколько они понесут потерь. Я думаю, еще месяц-полтора, и они не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону в любом случае. А нам за это время нужно сформировать наше подразделение, подготовить. Это оптимистический, конечно, характер заявления, но на данный момент мы можем говорить о том, что российская сторона усиливает давление на позиции вооруженных сил Украины, пользуясь так называемым окном возможностей, то есть проведением выборов Соединенных Штатов. Ну и, конечно же, о геополитике, а точнее о том, что происходит за океаном в Соединенных Штатах. Джо Байден пообещал не позволить Путину захватить Украину до конца своего президентского срока. А это значит, что по меньшей мере еще пять месяцев США будут максимально поддерживать Украину в контексте финансовой и военной помощи. Чего стоит ожидать Украине в рамках такого анонса? И сможет ли Камала Харри в случае победы на выборах продолжить политику Байдена? Давайте проанализируем. Победить Путина любой ценой. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Джо Байден намекает, что последние месяцы его президентской катенции могут стать адскими. Адскими для Кремля и его армии. Без меня, может быть? В своем крайнем обращении к американскому народу Байден заявил, что до конца каденции будет пытаться остановить Путина в Украине. Это один из его главных приоритетов. Очевидно, что Путин никогда не захватит Украину ни до конца срока Байдена, ни вообще никогда. Чтобы достичь эту цель, президенту США понадобится солидная смелость. Ведь решения, которые могут остановить Путина, должны быть рисковыми, жесткими и безжалостными. Вещь идет о том, что на каких условиях может закончиться эта война. И для того, чтобы на лучших условиях она закончилась, очевидно, что нужно позволить Украине сделать еще один серьезный шаг вперед. Серьезный шаг вперед – это о контрнаступлении. В ближайшие полгода есть большая вероятность того, что Украина пойдет в атаку на фронте. Ее успех напрямую зависит от F-16. То есть, все упирается в оружие. Дипломатию на потом. В выступлении Байдена зашифровано несколько шагов, которые могут серьезно преломить ход войны. И первый из них – это ускорение передачи оружия. Все, что касается, во-первых, самого F-16, а во-вторых, его вооружения. Какое там может стоять вооружение? Второй шаг – это официальное разрешение бить по территории России. Использование американских ракет против российских аэродромов на значительной глубине. И вообще российских военных объектов на большой глубине. Сейчас большая глубина – это имеется в виду 200-300 километров. Сейчас это решение немного скромное. Сейчас мы имеем только одно харьковское разрешение на 100 километров примерно в районе Харькова, Белгорода. А вот уничтожать авиацию и пусковые установки ракет на российской территории американскими ракетами мы сейчас не можем. Ожидаются, что все поменяется. Шансы есть, возможности есть. И если те шаги будут сделаны, которые я сказал, они действительно могут создать такую ситуацию, что переговоры, если когда бы они не начались, они начнутся на очень хорошие для Украины условия. Эти ожидания обусловлены завершением политической карьеры Байдена в том числе. Будет ли это сделано? Ну, политически так. Выглядит так, что Джозефу Байдену нечего оставить истории, кроме победы Украины. Во-вторых, успех Украины благодаря поддержке нынешней власти США влияет и на карьеру нового поколения демократов. Политически это в его интересах, и политически это в интересах партии, потому что он может дать эту победу, но это будет бонус для демократического кандидата. Поэтому исторические решения Джо Байдена в контексте Украины стоит ожидать уже в ближайшие месяцы. Это добавит рейтинга Камале Харрис. Камала Харрис резко набрала по сравнению с Байденом, что сейчас выглядят шансы равные. Я бы сказал, что они такими и останутся, равными шансы. С некоторым преимуществом демократической партии, если никто не будет совершать грубых ошибок. Более того, Байден в ближайшее время может усилить союз и сотрудничество с НАТО. Это в рамках помощи Украине и на зло Трампу. Идея такая есть у республиканцев, что оставить надо Россию в Европе. Европа вполне с ней справится, надо какое-то время. А сами Соединенные Штаты должны сконцентрироваться на Китае, потому что Китай сейчас и в Беларуси. Исторические решения нынешней власти США – вопрос ближайшего времени. И чем более категорическими эти решения будут в пользу Украины, тем больше успех будет ощущать и Киев, и нынешний Вашингтон.